Дорогие друзья, представляем вам один из самых удобных и экономичных сайтов по поиску и покупке авиабилетов, а также бронированию отелей. Если вы хотите хорошо отдохнуть и при этом не переплачивать, добро пожаловать на сайт. Ссылка в описании. Полтора часа спустя мы приземлились в Газиантепе. Здесь намного жарче, чем в Аланье. Погода обещает температуру воздуха до 40 градусов. Вот так вот выглядит аэропорт в Газиантепе. В Газиантепе проживает более полутора миллионов человек, но, как вы видите, аэропорт совсем маленький. Также, чтобы доехать до центра города, вот выход. Прямо на выходе стоят автобусы фирмы Хаваш, которые едут в трех разных направлениях. Во всех городах Турции, неважно, куда мы прилетаем, Анталия, Талания, Стамбул или Газиантеп, как сейчас, мы всегда пользуемся автобусами фирмы Хаваш Трансферем. Они очень комфортабельные, дешевые и доставят вас в любую точку города. Мы уже в автобусе, в трансфере и с нетерпением едем в город, потому что я в Газиантепе первый раз. И нас ждет много интересных мест и приключений, поэтому, друзья, обязательно смотрите наши видео, я думаю, что вам тоже будет интересно. Ну, а сейчас мы едем в отель, немножко отдохнем, подзарядим наши телефоны и потом, после отдыха, отправимся смотреть вечерний Газиантеп. Мы выехали из аэропорта и направляемся в центр города. Поскольку я здесь первый раз, мне тоже все интересно. И пока мы едем, вы смотрите дорогу, расскажу вам немножко про Газиантеп. Как я уже говорила, в Газиантепе проживают более полутора миллиона человек. Газиантеп является одним из старейших, одним из древних городов в мире. Если говорить о том, что производится в Газиантепе, конечно же, Газиантеп известен фисташками, бакловой, коврами, кожей, изделиями из металла. Здесь строят технику для сельского хозяйства. И из Газиантепа в 40 стран мира экспортируется более 120 видов продуктов. Поэтому, как вы видите, экономика здесь очень хорошо развита, сельское хозяйство развито. Также Газиантеп является одним из центров искусства. Здесь производят и керамику, и ковры. Здесь очень много различных мастерских. Поэтому Газиантеп входит в список культурных городов ЮНЕСКО. Я надеюсь, что вам будет интересно смотреть наше видео, потому что нам самим очень интересно исследовать город, обойти все достопримечательности, посмотреть, как живут люди. И поесть, наконец-то, знаменитой бакловы. Потому что, куда бы ты ни приезжал в Турцию, везде говорят, что самая лучшая баклова только в Газиантепе. Ну и, как вы знаете, Газиантеп находится на границе с Сирией, до границы Сирии примерно 97 километров. Поэтому мы хотим посмотреть, какая здесь обстановка и как вообще течет, идет жизнь в городе. И, конечно же, хотим показать это вам. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Надеюсь, что будет интересно. Как только мы вышли из самолета, было такое ощущение, что мы попали в сауну. Здесь намного теплее, жарче, чем в Алании. Потому что здесь нет влажности и очень горячий воздух. Газиантеп, где вы видите, что 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 вы видите. Вот Айхан тоже говорит, потому что здесь нет влажности и очень-очень-очень сухой воздух. Но было достаточно комфортно. Посмотрим, как мы себя будем чувствовать дальше. После отдыха в отеле мы отправились прогуляться по вечернему Газиантепу и зашли в один из ресторанов и нашли вот что. Очень интересно, как здесь подают дюрюмы. В Алании мы привыкли есть дюрюмы в свернутом виде, а в Газиантепе их подают вот как. Сейчас я вам покажу. В Газиантепе дюрюмы подают вот так вот в развернутом виде и к ним приносят вилку и ложку. Конечно же, дюрюм вкусно есть с айраном, но понимаете, культура поедания дюрюмы здесь совершенно отличается. Видимо, нужно достать вилку и ножик, и непосредственно вот вилкой и ножом уже есть все содержимое. Потому что в Алании, как вы знаете, мы привыкли есть дюрюмы, их вот так вот сворачивают и подают. А здесь они идут в открытом виде. Вот в первый день какое у нас было интересное открытие. Вот так вот делают сок из шелковицы. Вы можете взять, купить вот такую вот большую бутылку, или вам нальют прям свежий сок. Друзья, после вкусного обеда мы прогуливаемся по улицам Газиантепа. И здесь очень весело, потому что все смотрят, ну да, как на туристов, особенно на меня в Бакэннерзе. Особенно на меня, потому что иностранец, так еще и белый. В общем, все оборачиваются, смотрят. Очень интересные ощущения. Даже когда мы в аэропорту выходили, Айхан ушел немножко вперед, а я за ним бежала, и полиция, прям три человека, и вот так вот сюда развернулись на 180 градусов, подумали, куда эта белая девушка приехала. Но все очень дружелюбные, очень красивый город. Несмотря на то, что город находится всего в 60 километрах от Сирии, здесь жизнь идет, как и во всех других городах. Люди занимаются повседневными делами, кто-то покупает, кто-то ходит по ресторанам, прогуливаются с семьями по улицам Газиантепа. Ну, а мы тоже решили прогуляться после того, как немножко отдохнули в отеле. Поэтому первые впечатления от города просто, просто потрясающе. Очень здесь красиво, интересно и спокойно. Поэтому, если многие боятся ехать в Аланию, в Турцию, то я представляю, что они подумают, когда узнают, что мы приехали в Газиантеп на границу с Сирией. Поэтому, друзья, все здесь хорошо, красиво. Вы тоже берите билет на самолет, приезжайте и наслаждайтесь этим красивым городом. Ну, а мы пойдем гулять дальше. Уже зашло солнце. Мы с вами прощаемся, встречаемся, встретимся с вами в наших новых видео. Всего хорошего и до встречи. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok